Третье царство, глава 15. Восемнадцатый год царствования Иеравама, сына Наватова, авиа, воцарился над Иудеями. Три года он царствовал в Иерусалиме, имя матери его Мааха, дочери Солома. Он ходил во всех грехах отца своего, которые тот делал прежде него. И сердце его не было предано Господу, Богу его, как сердце Давида, отца его. Но ради Давида Господь Бог его дал ему светильник в Иерусалиме. Восстановил по нем сына его и утвердил Иерусалим. Потому что Давид делал угодное перед очами Господа и не отступал от всего того, что он заповедал ему во все дни жизни своей, кроме поступка с Урией Хитиянином. И война была между Равамом и Иеравамом во все дни жизни их. Прочие дела Авии, все, что он сделал, описано в летописи царей иудейских. И была война между Авией и Иеравамом. И по человеку с отцами своими похоронили его в городе Давидовом. И воссорился Аса, сын его, вместо него. В двадцатый год царствования Иеравама, царя Израильского, воссорился Аса над иудеями. И сорок один год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Анна, дочь Авестолома. Аса делал угодное перед отчами Господа, как Давид, отец его. Он изглав блудников из земли и отверг всех идолов, которых сделали отцы его. И даже мать свою, Анну, лишил звания царицы за то, что она сделала из тукана старты. Изрубил Аса из тукана ее и сжег у потока кедрона. Высоты же не были уничтожены. Но сердце отцы было предано Господу во все дни его. И внес он в дом Господень вещи, посвященные отцом его, вещи, посвященные им, серебро и золото и сосуды. И война была между Асой и Ваасой, царем израильским, во все дни их. И вышел Вааса, царь израильский, против иудеи, и начал строить раму, чтобы никто не выходил и не уходил к Асе, царю иудейскому. И взял Аса все серебро и золото, оставшееся в сокровищницах дома Господня и в сокровищницах дома царского. И дал его в руки слух своих. И послал их царь Аса к Венададу, царю Тавримона, сына Хизионова, царю сирийскому, жившему в Дамаске. И сказал, союз да будет между мной и между тобою, как был между отцом моим и между отцом твоим. Вот я посылаю тебе в дар серебро и золото. Расторни союз твой с Ваасою, царем израильским, чтобы он отошел от меня. И послушался Венадад царя Асы, и послал их начальников своих против городов израильских. И поразил Аин, Идан, Иавел, Беф, Мааху и весь Кенеров по всей земле нефалимо. Услышав осем, Вааса перестал строить раму и возвратился в Фирцу. Царь же Аса созвал всех иудеев, никого не исключая. И вынесли они из рамы камни и дерева, которые Вааса употреблял для строения. И выстроил из них царь Аса, Гиву Вениаминову и Миспу. Все проще дела Асы, и все подвиги его, и все, что он сделал, и города, которые он построил, описаны в летописи царей иудейских. Кроме того, что в старости своей он был болен ногами. И почил Аса с отцами своими и погребен с отцами своими в городе Давида отца своего. И воцарился Иосафа, сын его вместо него. Навад же сын Иеравама воцарился над Израилем. Во второй год Аса царя иудейского и царствовал над Израилем два года. И делал неугодное перед очами Господа. Ходил путями отца своего и во грехах его, которыми тот ввел Израиля в грех. И сделал он против него заговор Вааса, сын Ахии, из дома Иссахарова, и убил его Вааса при Гавафоне Филистимском, когда Навад и все изритяне осаждали Гавафон. И умертвил его Вааса в третий год Аса царя иудейского. Воссорился вместо него. Когда он воссорился, то избил весь дом Иеравамов. Не оставил ни души у Иеравама, доколе не истребил его по слову Господа, который он изрек через рабаство его Ахии силамлянина. За грехи Иеравама, которые он сам делал, которыми ввел в грех Израиля. За оскорбление, которым он прогневал Господа Бога Израилева. Проще дела Навата, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. И война была между Асой и Ваасой, царем израильским, во все дни их. В третий год Аса царя иудейского, царился Вааса, сын Ахии, над всеми израильтянами Фирцы. И царствовал двадцать четыре года. И делал неугодные передачами Господними. И ходил путями Иеравама. И во грехах его, которыми тот ввел в грех Израиля. Третья книга, царств, глава шестнадцатая. И было слово Господни Кию и сыну Ананьеву, Аваасе. За то, что я поднял тебя из праха и сделал тебя вождем народа моего Израиля. Ты же пошел путем Иеравама и ввел в грех народ мой израильтян, чтобы он прогневлял меня грехами своими. Вот я отвергну дом Ваасы и дом потомства его, и сделаю с домом твоим то же, что с домом Иеравама, сына Наватого. Кто умрет у Ваасы в городе, того сидят псы. А кто умрет у него на поле, того склюют птицы небесные. Прочие дела Ваасы, все, что он сделал, и подвиги его описаны в летописи царей израильских. И почил Вааса с отцами своими, и погребен в Фирце, и воцарился Ила, сын его, вместо него. Но через Иуе, сына Ананьеву, и уже было сказано слово Господне о Ваасе и о доме его. И о всем зле, какой он делал перед очами Господа, раздражая его делами рук своих, подражая дому Иераваму, за что он истреблен был. В двадцать шестой год Асы, царя Иудейского, воцарился Ила, сын Ваасы, над Израилем Фирце, и царствовал два года. И составил против него заговор раб его Замрии, начальствующий над половиной колесниц. Когда он Фирце напился до пьяна в доме Арсы, начальствующего над дворцом, и Фирце, тогда вошел в Замрии, поразил его и умертвил его. В двадцать седьмой год Асы, царя Иудейского, и воцарился вместо него. Когда он воцарился и сел на престоле своего, то истребил весь дом Ваасы, не оставив ему мочащегося к стене, ни родственников его, ни друзей его. И истребил Замрии весь дом Ваасы, по слову Господа, которое он изрек о Ваасе через Иуя пророка. За все грехи Ваасы и за грехи Илы, сына его, которые они сами делали, в которыми вводили Израиля в грех, раздражая Господа, Бога Израиля, своими идолами. Прочие дела Илы, все, что он сделал, описано в летописи царей израильских. В двадцать седьмой год Асы, царя Иудейского, воцарился Замрии и царствовал семь дней в Фирце, когда народ осаждал Гавафон Филистимский. Когда народ, осаждавший, услышал, что Замрии сделал заговор и умертвил царя, то все израильтяне воцарили Амрия, военачальника над Израилем, в тот же день в Стане. И отступили Амрии все израильтяне с ним от Гавафона и осадили Фирцу, когда увидел Замрии, что город взят, вошел во внутреннюю комнату царского дома и зажег за собой царский дом огнем и погиб за свои грехи, в чем он согрешил, делая неугодное перед очами Господнями, ходя путем Иеравама и во грехах его, которые тот сделал, чтобы вести Израиля в грех. Прощие дела Замриева и заговор его, которые он составил, описаны в летописи царей израильских. Тогда разделился народ израильский на двое, и половина народа стояла за Фамния, сына Гавафова, чтобы воцарить его, а половина за Амрия. И одержал верх народ, который за Амрия, над народом, который за Фамния, сына Гавафова. И умер Фамния и воцарил с Амрией. В тридцать первый год Аса, царя Иудейского, царился Амри над Израилем и царствовал двенадцать лет. В Фирце он царствовал шесть лет. И купил Амри гору Семеров у Семира за два таланта серебра и застроил гору. И назвал построенный им город Самарией по имени Семира, владельцы горы. И делал Амри неугодное перед очами Господа. И поступал хуже бывших перед ним. Он во всем ходил путем Яровама, сына Наватого, и во грехах его, которыми тот ввел в грех израильтян, чтобы прогневлять Господа Бога Израилева идолами своими. Прочие дела Амрия, которые он сделал, и мужество, которое он показал, описаны в летописи царей израильских. И почил Амри с отцами своими, и погребен в Самарии, и воцарился Ахав, сын его, вместо него. Ахав, сын Амриев, воцарился над Израилем в тридцать восьмой год Асы, царя иудейского. И царствовал Ахав, сын Амрия, над Израилем и Самарией двадцать два года. И делал Ахав, сын Амрия, неугодное перед очами Господа, более всех бывших прежде него. Мало было для него впадать в грехи Иеравама, сын Ановатого. Он взял себе в жену Иезавель, дочь Евфавала, царя Сидонского, и стал служить Ваалу и поклоняться ему. И поставил он Ваалу жертвенник и капище Ваала, которое построил в Самарии. И сделал Ахав дубраву и более всех царей израильских, которые были прежде него. Ахав делал то, что раздражает Господа, Бога Израилева, и погубил душу свою. В те дни Ахиил, весь филянин, построил Иерихон. На первенце своем Авераме он положил основание его. И на младшем своем сыне Сигубе поставил ворота его. По слову Господа, которое он изрек через Иисуса, сына Навина. И сказал Илья пророк Фесфитянин и житель Иголазки Хахаву, «Жив Господь Бог Израиля, перед которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». И было к нему слово Господне, «Пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить». И воронам я повелел кормить тебя там. И пошел он и сделал по слову Господню. Пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру. А из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне, «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала, «Жив Господь Бог твой. У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Сидим это и умрем». И сказал ей Илья, «Не бойся, пойди сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после». Ибо так говорит Господь Бог Израилев, «Мука в катке не истощится и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю». И пошла она и сделала так, как сказал Илья, и кормилась она и он и дом ее несколько времени. Мука в катке не истощалась и масло в кувшине не убавляла, по слову Господа, которое он изрек через Илью. После этого заболел сын этой женщины, хозяйки дома, и болезнь его была так сильна, что не осталось в нем дыхания. И сказала она Илье, «Что мне и тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне напомнить грехи мои и умертвить сына моего». И сказал он ей, «Дай мне сына твоего». И взял его с рук ее и понес его в горницу, где он жил, и положил его на постель свою. И возвал Господу и сказал, «Господь Боже мой, неужели ты вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына ее?» И, простершись над отроком трижды, он возвал Господу и сказал, «Господи Боже мой, да возвратится душа отрока сего в него!» И услышал Господь голос Илья, и возвратилась душа отрока этого в него, и он ожил. И взял Илья отрока и свел его из горницы в дом, и отдал его матери его, и сказал Илья, «Смотри, сын твой жив!» И сказала та женщина Ильи, «Теперь-то я узнала, что ты человек Божий, и что слово Господне в устах твоих истинно!» Третья царь, глава восемнадцатая. По прошествии многих дней было слово Господне к Ильи в третий год. «Пойди и покажись Ахаву, и я дам дождь на землю!» И пошел Илья, чтобы показать Ахаву, голод же сильный был в Самарии. И призвал Ахав Авдия, начальствовавши над дворцом. Авдий же был человек весьма богобоязненный. И когда Изавель истребляла пророков Господних, Авдий взял сто пророков и скрывал их по пятидесяти человек в пещерах, и питал их хлебом и водою. И сказал Ахав Авдию, «Пойди по земле по всем источникам водным, и ко всем потокам на земле, не найдем ли где травы, чтобы нам прокормить коней и лошаков, и не лишиться скота?» И разделили они между собой землю, чтобы обойти ее, а Ахав Асова пошел одной дорогою, и Авдий Асова пошел другой дорогою. Когда Авдий шел дорогою, вот навстречу ему идет Илья. Он узнал его и пал на лицо свое и сказал, «Ты ли это, господин мой, или я?» То сказал ему я, «Пойди, скажи господину твоему, или я здесь?» Он сказал, «Чем я провинился, что ты предаешь меня, раба твоего, в руки Ахава, чтобы умертвить меня? Жив Господь Бог твой! Нет ни одного народа и царства, куда не посылал государь мой искать тебя». И когда ему говорили, что тебя нет, он брал клятву с того царства и народа, что не могли отыскать тебя. «А ты знаешь, теперь говоришь, пойди, скажи господину твоему, или я здесь, когда я пойду от тебя? Тогда дух Господень унесет тебя, не знаю куда. Если я пойду уведомить Ахава, и он не найдет тебя, то он убьет меня, а раб твой богобоязнен от юности своей». «Разве не сказано господину моему, что я сделал, когда Изавель убивала пророков Господних, как я скрывал сто человек пророков Господних по пятидесяти человек в пещерах и питал их хлебом и водою? «А ты теперь говоришь, пойди, скажи господину твоему, или я здесь, он убьет меня?» И сказал Илья, «Жив Господь Саваов, перед которым я стою, сегодня я покажусь ему». И пошел Авдий навстречу Ахаву и донес ему, «И пошел Ахав навстречу Илии». Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему, «Ты ли это смущающий Израиля?» И сказал Илья, «Не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед Ваалам. Теперь пошли и собери ко мне всего Израиля на гору кормил, и четыреста пятьдесят пророков Вааловых, и четыреста пророков Дубравных, питающихся от стола Изавели». И послал Ахав ко всем сынам Израилем, и собрал всех пророков на гору кормил. И подошел Илья ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ ему ни слова. И сказал Илья народу, «Я один остался, пророк Господень, а пророка Вааловых четыреста пятьдесят человек и четыреста пророков Дубравных. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут в себе одного тельца и растекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, а огня не подложу. И призовите вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего. Тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». И отвечал весь народ и сказал, «Хорошо, пусть будет так». И сказал Илья пророком Вааловым, «Выберите себе одного тельца, и приготовьте вы прежде, ибо вас много, и призовите имя Бога вашего, но огня не подкладывайте». И взяли они тельца, который дан был им, и приготовили, и призывали имя Ваала от утра до полудня, говоря, «Ваале, услышь нас». Но не было ни голоса, ни ответа. И скакали они у жертвенника, который сделали. В полдень Илья стал смеяться над ними и говорит, «Кричите громким голосом, ибо он Бог, может быть, он задумался, или занят чем-либо, или в дороге, а может быть, и спит, так он проснется». И стали они кричать громким голосом, и кололи себя по своему обыкновению и ножами, и копьями, так что кровь плелась по ним. Прошел полдень, они все еще бесновались, до самого времени вечернего жертвоприношения. Но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха. И сказал Илья пророком Вааловым, «Теперь отойдите, чтобы и я совершил мое жертвоприношение». Они отошли и умолкли. Тогда Илья сказал всему народу, «Подойдите ко мне». И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень и взял Илья двенадцать камней по числу колен сынов Израиля, которому Господь сказал так, «Израиль будет имя твое». И построил из всех камней жертвенник во имя Господа. И сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в две сады зерен. И положил дрова на жертвенник, и рассек тельца, и возложил его на дрова. И сказал, «Наполните четыре ведра воды и выливайте на всезажигаемую жертву». И на дрова. И сделали так. Потом сказал, «Повторите». И они повторили. И сказал, «Сделайте тоже в третий раз». И сделали в третий раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертву подошел Илья пророк и возвал на небо и сказал, «Господи, Боже Аврамов, Исааков и Израилев, услышь меня, Господи, услышь меня ныне в огне». Допознает в сей день люди Твои, Сии, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. «Услышь меня, Господи, услышь меня!» Допознает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господень, и пожал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидел это весь народ, пал на лицо свое и сказал, «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» И сказал им Илья, «Схватите пророка Вааловых, чтобы ни один из них не укрылся!» И схватили их, и отвел их Илья к потоку кессоны, и заколол их там. И сказал Илья Ахаву, «Пойди, ешь и пей, ибо слышен шум дождя». И пошел Ахав, если пить, а Илья взошел на губер, кормил и наклонился к земле, и положил лицо свое между коленами своими. И сказал от руку своему, «Пойди, посмотри к морю». Тот пошел и посмотрел, и сказал, «Ничего нет». Он сказал, «Продолжай это до семи раз». В седьмой раз тот сказал, «Вот, небольшое облако поднимается от моря, величиной в ладонь человеческую». Он сказал, «Пойди, скажи Ахаву, запрягай колесницу твою и поезжай, чтобы не застал тебя дождь». Между тем небо сделалось мрачно от туч и от ветра, и пошел большой дождь. Ахав же сел в колесницу, заплакал и поехал в Израиль. И была на Илье рука Господня. Он опоясал с чресла свои и бежал перед Ахавом до самого Израиля. Третье царство, глава 19. И пересказал Ахава Изавель все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Изавель посланца к Илье сказать, «Если ты, Илья, а я, Изавель, то пусть то и то сделают мне, Боги еще больше сделают. Если я завтра к этому времени не сделаю с душой твоей того, что сделал с душой каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, пришел в Версавию, который в Иудее и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути и, придя, сел под можжевелым кустом и просил смерти себе и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевелым кустом. И вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь и пей». И взглянули я, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога перед тобою». И встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божьей Харива. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал Господь, «Что ты здесь, Илья?» Он сказал, «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилю оставили завет твой, разрушили твои жертвенники и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал, «Выйди и стань на горе перед лесом Господнем, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь, но не в огне, Господь. После огня веяние тихого ветра, и там Господь». Услышав сие, Илья закрыл лицо свое, милотью своею, и вышел, и стал у входа в пещеру. И был к нему голос, и сказал ему, «Что ты здесь, Илья?» Он сказал, «Возревновал я, Господи, Боге Асаваофе, ибо сыны Израилю оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал ему Господь, «Пойди обратно своей дорогой через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помашь Азаила, царя над Сирией, а Иуе, сын Анамесеева, помашь царя над Израилем. Елисей же, сын Асапатова из Авел-Мехолы, помашь пророка вместо тебя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Иуей, и кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильстянами семь тысяч мужей, всех с их колена не преклонялись перед Ваилом, и всех с их уста не лобызали его». И пошел он оттуда, и нашел Елисея, сына Асапатова, когда он орал. Двенадцать парков валов было у него, и сам он был при двенадцатой. Илья, проходя мимо него, бросил на него милость свою. И оставил Елисей валов, и побежал за Ильей, и сказал, «Позволь мне поцеловать отца моего и мать моей, я пойду за тобой». Он сказал ему, «Пойди и приходи назад». «Ибо что сделал я тебе?» Он, отойдя от него, взял пару валов, и заколол их, и зажегший плуг валов, и сжарил мясо их, и раздал людям, и они ели. А Асам встал и пошел за Ильейою, и стал служить ему». Третья царств. Глава двадцатая. Винодад царь сирийский собрал все свое войско, и с ним было тридцать два царя. И кони, и колесницы. И пошел, осадил Самарию, и воевал против нее. И послал послов Кахау царю израильскому в город. И сказал ему, «Так, говорит Винодад, серебро твое, и золото твое мои, и жены твои, и лучшие сыновья твои мои». И отвечал царь израильский и сказал, «Да будет послов твоему, господин мой царь, и все мое твое». И опять пришли послы и сказали, «Так, говорит Винодад, я послал к тебе сказать, серебро твое, и золото твое, и жен твоих, и сыновей твоих отдай мне. Поэтому и завтра к этому времени пришлю к тебе рабов моих, чтобы они осмотрели твой дом, и домы служащих при тебе, и все дорогое для глаз твоих взяли в свои руки и унесли». И созвал царь израильский всех старейшин земли и сказал, «Замечайте и смотрите, он замышляет зло. Когда он присылал ко мне за женами моими, и сыновьями моими, и серебром моим, и золотом моим, я ему не отказал». И сказали ему все старейшины и весь народ, «Не слушай и не соглашайся». И сказал он послам Винодада, «Скажите господину моему царю, все, о чем ты присылал в первый раз к рабу своему, я готов сделать, а этого не могу сделать». И пошли послы и отнесли ему ответ. И прислал к ему Винодад сказать, «Пусть то и то сделает мне Боги еще больше сделать, если праха Самарийского достанет по горсти для всех людей, идущих за мною». И отвечал царь израильский и сказал, «Скажите, пусть не хвалится подпоясывающийся, как распоясывающийся». Услышав это слово, Винодад, который пил вместе с царями в палатках, сказал арвам своим, «Осаждайте город». И они осадили город. И вот один пророк подошел к Ахаву, царю израильскому, и сказал, «Так говорит Господь, видишь ли, все это большое полщище, вот я сегодня придам его в руку твою, чтобы ты знал, что я Господь». И сказал Ахав, «Через кого?» Он сказал, «Так говорит Господь, через слух областных начальников». И сказал Ахав, «Кто начнет сражение?» Он сказал, «Ты». Ахав счел слух областных начальников, и нашлось их 232. После них счел весь народ, всех сынов израилевых, 7 тысяч. И они выступили в полдень. Винодад же напился до пьяна в палатках вместе с царями, с 32 царями, помогавшими ему. И выступили прежде слуги областных начальников. И послал Винодад, и донесли ему, что люди вышли из Самарии. И сказал, «Если из-за мира вышли они, то схватите их живыми. А если на войну вышли, так же схватите их живыми». Вышли из города слуги областных начальников и войска за ними. И поражал каждый противника своего, и побежали сириане. А израильтяне погнали за ними. Винодад же царь Самарийский спасся наконец с садниками. И вышел царь Израильский, и взял коней и колесницы, и произвел большое поражение у сириян. И подошел пророк к царю Израильскому и сказал ему, «Пойди, укрепись и знай. Смотри, что тебе делать, ибо по прошествии года царь Сирийский опять пойдет против тебя». Слуги царя Сирийского сказали ему, «Боги их есть бог гор, а не бог долин. Поэтому они одолели нас. Если же мы сразимся с ними на равнине, то верно одолеем их». Итак, вот что сделай. «Удали царей каждого с места его, и вместо них поставь в области начальников. И набери себе войско столько, сколько пало у тебя, и коней, сколько было коней, а колесниц, сколько было колесниц. И сразимся с ними на равнине, и тогда верно одолеем их». И послушался он голоса их и сделал так. «По прошествии года Винодад собрал сириян и выступил к Афеку, чтобы сразиться с Израилем. Собраны были и сыны Израилевы, и, взяв продовольствие, пошли навстречу ему. И расположились сыны Израилевы станом пред ними. Как бы два небольших стада кост, и сирияне наполнили землю. И подошел человек Божий и сказал царю израильскому, «Так говорит Господь, за то, что сирияне говорят, Господь есть Бог гор, а не Бог долин, я все это большое полщище придам в руку твою, чтобы вы знали, что я Господь». И стояли с Таном один против другой в семь дней. В седьмой день началась битва, и сыны Израилевы поразили сто тысяч пеших сириян в один день, а остальные убежали в город Афек. Там упала башня на остальных двадцать семь тысяч человек. А Винодад ушел в город и бегал из одной внутренней комнаты в другую. И сказали ему слуги его, «Мы слышали, что цари дома Израилева цари милостивые, позволь нам возложить вретища на шреста свои, и веревки на головы свои, и пойти к царю израильскому, может быть, он пощадит жизнь твою». И опоясали они вретищами шреста свои, и возложили веревки на головы свои, и пришли к царю израильскому и сказали, «Раб твой, Винодад, говорит, пощади жизнь мою». Тот сказал, «Разве он жив? Он брат мой». Люди сии приняли это за хороший знак и поспешно подхватили слово из уст его и сказали, «Брат твой, Винодад!» И сказал он, «Пойдите, приведите его». И вышел к нему Винодад, и он посадил его с собой на колесницу. И сказал ему Винодад, «Города, которые взял мой отец у твоего отца, я возвращу. И площади ты можешь иметь для себя в Дамаске, как отец мой имел в Самаре». Ахаб сказал, «После договора я отпущу тебя». И заключив с ним договор, отпустил его. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому по слову Господа, «Бей меня!» Но этот человек не согласился бить его и сказал ему, «За то, что ты не слушаешь глаз, и Господь не убьет тебя лев, когда пойдешь от меня». И пошел от него, и лев, встретив его, убил его. И нашел он другого человека и сказал, «Бей меня!» Этот человек бил его до того, что изранил побоями. И пошел пророк и пристал перед царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза своим. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал, «Рап-то выходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал, «Стереги этого человека! Если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра». Когда раб-то занялся теми и другими делами, его не стало». И сказал ему царь израильский, «Таков тебе и приговор! Ты сам решил!» Он тотчас снял покрывало с глаз своих и узнал его царь, что он из пророков. И сказал ему, «Так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». И отправился царь израильский домой, встревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию. И было после сих происшествий, у Науфея израильянина из рели был виноградник подле дворца Ахава царя Семарийского. И сказал Ахав Науфею, говоря, «Отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит». Но Науфея сказал Ахаву, «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Науфея израильянин, говоря, «Не отдам тебе наследство отцов моих». И в смущенном духе лег на постель свою, отворотил лицо свое и хлеба не ел. И вошла к нему жена его, Изавель, и сказала ему, «От чего ты встревожен дух твой, что ты и хлеба не ешь? Он сказал ей, «Когда я стал говорить Науфею, израильтянину, и сказал ему, отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, я дам тебе другой виноградник вместо него». Тогда он сказал, «Не отдам тебе виноградника моего наследства отцов моих». И сказала ему Изавель, жена его, «Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал? Встань, ешь хлеб и будь спокоен, я доставлю тебе виноградник Науфея израильтянина». И написала она от имени Ахава письма, и запечатала их его печатью, и послала эти письма к старейшинам и знатным в его городе, живущим с Науфеем. В письмах она писала так, «Объявите пост и посадите Науфея на первое место в народе, и против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него, и сказали, «Ты хулил Бога и царя». И потом выведите его, и побейте его камнями, чтобы он умер». И сделали мужик города сего, и старейшина и знатная, жившая в городе его, как приказала им Изавель, так, как писано в письмах, которые она послала к ним. «Объявили пост и посадили Науфея во главе народа, и выступили два негодных человека, и сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди перед народом, и говорили, «Науфея хулил Бога и царя», и вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. И послали к Изавели сказать, «Науфей побит камнями и умер». Услышав это, что Науфей побит камнями и умер, Изавель сказала Ахаву, «Встань, возьми во владение виноградник Науфея, израильтянина, который не хотел отдать тебе за серебро, ибо Науфея нет в живых, он умер». Когда услышал Ахав, что Науфей, израильтянин, был убит, разодрал одежиство и надел на себя вретище, а потом встал Ахав, чтобы пойти виноградник Науфея, израильтянина, и взять его во владение. И было слово Господне Килифиспетянину, «Встань, пойди навстречу Ахаву, царю израильскому, который в Самарии. Вот он теперь виноградники Науфея, куда пришел, чтобы взять его во владение. И скажи ему, «Так говорит Господь, ты убил и еще вступаешь в наследство?» «И скажи ему, так, — говорит Господь, — на том месте, где псы лизали кровь на Уфея, псы будут лизать и твою кровь». И сказал Ахав Ильи, «Нашел ты меня, враг мой!» Он сказал, «Нашел!» «Ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное перед очами Господа и раздражать его». «Так, — говорит Господь, — «Вот я наведу на тебя беды и вымету за тобою, и истреблю Ахаву, мощащуюся к стене, и заключенного, и оставшегося в Израиле, и поступлю с домом твоим так, как поступил я с домом Иеравама, сына Наватого, и с домом вас и сына Ахина, за оскорбление, которым ты раздражил меня и вел Израиля в грех. Так же и Изавель, — сказал Господь, — псы сидят в Изавель за стеной Израиля, «Кто умрет у Ахава в городе, того сидят псы, а кто умрет на поле, того растают птицы небесные». Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное перед очами Господа, к чему подущала его жена его Изавель. Он поступал весьма гнусно, последуя идолам, как делал Ла-Марея, который Господь прогнал от лица сынов Израилевых. Выслушав все слова сии, Ахав умирился перед Господом, ходил и плакал, разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне Кириеве Спитянину об Ахаве. И сказал Господь, «Видишь, как смирился передо мной Ахав? За то, что он смирился передо мною, я не наведу бед в его дни, в одни сына его наведу беды на дом его?» Третье царство, глава 22. Прожили три года, и не было войны между Сирией и Израилем. На третий год Иосафат, царь иудейский, пошел к царю израильскому, и сказал царь израильский, слугам своим, «Знаете ли, что Ромов Галатский наш, а мы там долго молчим так, и не берем его из руки царя сирийского?» И сказал он Иосафату, «Пойдешь ли ты со мной на войну против Ромов и Галатского?» И сказал Иосафат царю израильскому, «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, как твои кони, так и мои кони». И сказал Иосафат царю израильскому, «Спроси сегодня, что скажет Господь?» И собрал царь израильский пророков, около четырехсот человек, и сказал им, «Идти ли мне войной на Ромов Галатский или нет?» Они сказали, «Иди, Господь предаст его в руки твои, в руки царя». И сказал Иосафат, «Нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа?» И сказал царь израильский Иосафату, «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа, но я не люблю его, ибо он не пророчествует о мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иемвлая». И сказал Иосафат, «Не говори, царь, так». И позвал царь израильский одного евнуха, и сказал, «Сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая». Царь израильский и Иосафат, царь иудейский, сидели каждый на седалище своем, одеты в царские одежи, на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовались перед ними. И сделал себе Седекия, сын Хенааны, железные рога, и сказал, «Так говорит Господь, всеми избадешь сириан до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря, «Иди на ромов галацкий, будет успех, Господь придаст его в руку царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему, «Вот, речь и пророков единогласно предвещает царю доброе, пусть бы твое слово было согласно словами каждого из них, «Изреки и ты добрая». И сказал Михей, «Жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь». И пришел он к царю. Царь сказал ему, «Михей, идти ли нам войной на ромов галацкий или нет?» И сказал ему тот, «Иди, будет успех, Господь придаст его в руку царя». И сказал ему царь, «Еще и еще раз заклинаю тебя, скажи, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины во имя Господа». И сказал он, «Я вижу всех израильтян, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря». И сказал Господь, «Нет у них начальника, пусть возвращается с миром каждый в свой дом». И сказал царь израильский Асафат, «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое». И сказал Михей, «Не так, не я, а высушай слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло перед ним, при нем по правой и по левую руку его». И сказал Господь, «Кто склонил бы Ахава, чтобы он пошел и пал в ромов галацком?» И один говорил так, другой говорил и иначе. И выступил один дух, встал перед лицем Господа и сказал, «Я склоню его». И сказал ему Господь, «Чем?» Он сказал, «Я войду и сделаю с духом лживым в устах всех пророков его». Господь сказал, «Ты склонишь его и выполнишь это. Пойди и сделай так». И вот теперь попустил Господь духа лживого в уста всех-всех пророков твоих. Но Господь изрек о тебе недоброе». И подошел Сидеки Синхенаана и ударил Михея по щеке, сказав, «Как? Неужели от меня отошел дух Господень, что бы говорить в тебе?» И сказал Михей, «Вот ты увидишь это в этот день, в тот день, когда будешь бегать из одной комнаты в другую, чтобы укрыться». И сказал царь израильский, «Возьмите Михея и отведите его к Амону-градоначальнику и Икеасу, сыну царя. И скажите, «И так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его скудно хлебом и скудно водой, доколе я не возвращусь в мире». И сказал Михей, «Если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня». И сказал, «Слушай весь народ!» И пошел царь израильский Иосафат, царь иудейский к храмову галаадскому. И сказал царь израильский Иосафату, «Я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень твои царские одежды». И переоделся царь израильский и вступил в сражение. Сирийский царь повелел начальникам колесниц, которых у него было 32, сказав, «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским». Начальники колесниц, увидев Иосафата, подумали, «Верно это царь израильский-то?» и поворотили на него, чтобы сразиться с ним. И закричал Иосафат, начальники колесниц, видев, что это не израильский царь, поворотили от него. А один человек случайно натянул лук и ранил царя израильского сквозь швы лад. И сказал он своему вознице, «Повороти назад и вывези меня из войска, ибо я ранен». Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против Самарии и вечером умер, и кровь из раны лилась в колесницу. И провозглашено было по всему стану при захождении солнца. Каждый иди в свой город, каждый в свою землю. И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии. И обмыли колесницу на пруде самарийском, и псы лизали кровь его, и омывали блудницы по слову Господа, которые он изрек. Проще дела Ахавы, все, что он делал, и дом из слоновой кости, который он построил, и все города, которые он строил, описаны в летописи царя израильских. И почил Ахав с отцами своими, и воцарился Ахозия, сын его вместо него. И Асафат, сын Аси, воцарился над Иудеей, в четвертый год Ахава, царя израильского. В тридцати пяти лет был и Асафат, когда воцарился, и двадцать пять лет цар стал в Иерусалиме, имя матери его, Азува, дочь Салаиля. Он ходил во всем путем отца своего Асы, не сходил с него, делал угодно перед очами господними. Только высоты не были отменены, народ еще совершал жертву и курение на высотах. И Асафат заключил мир с царем израильским. Прочие дела Асафата и подвиги его, какие он совершил. И как он воевал, описаны в летописи царей иудейских. И остатки блудников, которые остались во дне отца его Иоас, он истребил с земли. В Едумее тогда не было царя, был наместник царский. Царь Асафат сделал корабли на море, чтобы ходить в Афир за золотом. Но они не дошли, ибо разбились в Сион Гавере. Тогда сказала Хозия, сын Ахава, Иосафату, пусть мои слуги пойдут с твоими слугами на кораблях. Но Иосафат не согласился. И почил Иосафат с отцами своими, и был погребен с отцами своими в городе Давида отца своего. И воцарился и Арам, сын его, вместо него. Ахозия, сын Ахава, воцарился над Израилем в Самарии в семнадцатый год Иосафата царя иудейского. И царствовал над Израилем в Самарии два года и делал неугодное передачами Господа и ходил путем отца своего и путем матери своей и путем Яравама, сына Наватого, который ввел Израиля в грех. Он служил Ваалу и поклонялся ему и прогневал Господа Бога всем тем, что делал отец его.